Взглянуть со мной на эксклюзивную демо-версию Zelda Scrolls Online собирается Пол Сейдж, креативный директор данной игры. Спасибо, что присоединились к нам, Пол, и мы сразу перейдем к вопросам геймплея, ведь нам не терпится поскорением узнать. Расскажите нам о проекте. Как вы знаете, люди знакомы с франшизой Zelda Scrolls уже 20 лет, а теперь у них появилась возможность сыграть в неё онлайн. Вы можете играть со своими друзьями, можете играть с незнакомыми людьми. С самого начала мы создавали игру как можно более доступной в социальном плане. Вы заходите в игру, и мы хотим, чтобы вам было как можно проще начать общение с другими игроками. Мы планируем добавить множество специальных функций, предназначенных для этого. Вы можете встретить своих друзей онлайн, а можете увидеть их в офлайне и решить, что хотите сыграть в игру. Такая сторона игры является одной из ключевых. Итак, перед вами Daggerfall, место, которое вы толком не видели уже 20 лет. У этой области очень богатый и глубокий лор. Вы можете видеть её художественное исполнение, оно великолепное и охватывает собой множество разных культур. Это действительно масштабно. Очевидно, вам требуется принимать много решений насчёт того, как отразить вам мо ту или иную часть мира. Но как и в случае со Skyrim или Daggerfall, встаёт вопрос, какие локации мы сможем посетить, как мы сможем их исследовать. Вы сможете начать игру в любой из трёх фракций, приготовленных нами для игроков. Вы сможете начать игру на северо-востоке и оказаться в Моровинде. Вы можете начать игру за Ковенант Даггерфола на северо-западе Тамриэля. Или вы можете начать игру на юге и играть за представителей Доминиона Альдмири, упомянутого в Skyrim. И они, как вы знаете, слегка одержимы идеей захватить континент. Почему вы считаете это удачным временем для открытия ММО по Elder Scrolls? Очевидно, это огромный простор для действия, огромный простор для соревнований. Но многие игроки, впервые услышав об анонсе TES Online, сказали, что ценят TES именно как одиночную игру, с её уникальными возможностями. Почему вы решили, что это подходящее время для создания ММО? Вы знаете, я считаю, что это всё равно будет отличный RPG. Многие люди, включая меня самого, хотели сыграть в TES Online, хотели сыграть с другими людьми. Это новый уровень, на котором мир игры начинает меняться не только по желанию разработчиков, но и в результате действий игроков. Это очень динамичный процесс, и это отличная игра. Хорошо, и поговорим о механике геймплея. Обычно люди знают, чего ожидать, когда идут в ММО, но некоторые недавние тайтлы, например, Star Wars The Old Republic или Guild Wars 2, пытаются это изменить. Каких уникальных черт мы можем ожидать от геймплея TES Online? Одна из вещей, которой мы уделили очень много внимания, это попытка убрать из игры значительную часть интерфейса и заставить игрока сконцентрироваться на мире вокруг него. Причина, по которой мы так поступили, это желание придать боям ощущение, что они действительно ведутся в реальном времени. Это стремительный активный процесс. Вы блокируете удары, ваше значение здоровья, стаймены и маны, ваши навыки, всё действительно влияет на ход боя. Когда игроки объединяются для битвы, они не просто вместе жмут на кнопки, а действуют, исходя из ситуации. Разумеется, когда мы говорим про TES, мы говорим о мире, в котором сюжет играет значительную роль. Вам приходится прорабатывать всё на очень глубоком уровне. Как вы добиваетесь работоспособного результата? Одна из замечательных вещей на этот счёт — это то, что вы проходите квесты так, как хотите этого. Вам не надо специально искать и проходить их. Вы можете просто вродить по миру. У нас есть задания, которые сами находят вас. Вы встречаете бегущего по холму NPC, и вы узнаёте от него о квесте. Вы изучаете мир так, как хотите. Вы играете в игру таким образом, как хотите. Вы не вынуждены следовать по рельсам. Это открыто, свободное приключение. Разработка в течение пяти лет — это долгий срок. За это время ММО сильно изменились. Были ли вещи, которые повлияли на разработку уже в её процессе, чтобы сделать финальную игру более инновационной? Однозначно. Изначально мы больше думали о том, чтобы сделать мир игры более линейным. Однако потом мы решили, что это вовсе не в духе TES. Так что мы добавили элементы вроде компаса из синглплеерных частей серии, и теперь компас указывает вам на ваши цели, а вы можете свободно изучать окружающий мир. Это то, чего многие сейчас ждут от ММО, и это замечательно. Игра определенно смотрится как часть вселенной Elder Scrolls. Как бы вы охарактеризовали её художественное исполнение? Оно не является неоднозначно стилизованным, неоднозначно реалистичным. Какое определение вы бы дали ему сами? Ну, во-первых, надо сказать, что данная графика позволит одновременно встретиться в игре двум сотням человек, например, чтобы участвовать в масштабных битвах. Так что данный стиль одновременно и делает такие вещи возможными, и всё ещё смотрится впечатляюще. У меня есть ещё много вопросов к вам, Пол, но я не единственный, кто хочет вас кое о чём спросить. Я передаю слово Жестине, у которой есть к вам несколько вопросов, заданных фанатами через Facebook и Twitter. Как и всегда, мы получили несколько интересных вопросов. Вот один из них. Я хочу оседлать дракона и облететь весь Тамриэль. Можете ли вы сделать реальностью эту девичью мечту? Это не я придумала, это не мой вопрос. Да, это любопытно, однако у нас другой временной период. Нашим сеттингом является вторая эра, и к этому моменту драконы ещё не проснулись. Так что в нашей игре не будет драконов. Это напрямую противоречило бы Лору. Хорошо. У нас есть ещё вопросы насчёт дизайна игры. Мяку Пеппер пишет, это выглядит как отход от стиля Скайрима. Это действительно отход от стиля Скайрима, и причина этому то, что на этот раз мы охотываем множество разных культур со всех концов Тамриэля. Здесь и тёмные эльфы из Моровинда, и высокие эльфы, и нам необходимо сочетать стили этих разных народов так, чтобы игра выглядела как одно целое. Конечно, это другой подход к дизайну, но каждая новая игра Тес обладает своим собственным подходом. Да, выглядит great. И у нас есть ещё один вопрос. Считаются ли Редгарды Недами? Как норды или имперцы? Нет, насколько я знаю, Редгарды не являются Недами. Они прибыли в Тамриэль с другого континента и принадлежат к народу Рагада. Они не являются изначальными обитателями этих земель. Озвучено на студии Юка Рекордс специально для сайта testonline.ru. Перевод выполнил Хошар.